Начнем с того, что я очень и очень расстроена, так как совсем недавно я сделала перепрессовку вот этих теней румян пудры в свою родную упаковочку. Последнее время, я не знаю, с чем это связано, но моя кожа стала так ужасно жирниться, это просто... Я просто не успеваю мыть лицо. Если быть честной, то 15 раз в день это для меня обычная норма. Просто мыло мою с горячей водой. Раньше такого никогда не было. Это для меня было единственное идеальное средство. Мыло я сменила. В общем, мне нужно какое-то подсушивающее средство. И мою красоту в рефильчике придется снова раздолбать и пустить как пудру. Так как в составе настойка прополиса содержится здесь, и она должна подсушивать кожу и вернуть ей нормальный баланс. О боже, какие куски отваливаются. А, хоть бы не мимо. А, блин, мимо. Я думала, я смогу уже перейти к обычной пудре и не пользоваться своими самоделками. Но все-таки мои самоделки, как видите, для меня лучше всего. И вот так выглядит моя получившаяся масса. Красота. Осталось только растолочь. Пускай она останется слегка вот такими крошками. Толочь уже прессованную пудру тени гораздо сложнее. Так как они более скомканные. У них много комочков. Вот готовый результат моих трудов. На данный момент такую пудру я буду наносить наилучшей кистью после того, как я распрощалась в целях гигиены с моей предыдущей кистью. Смотрите в предыдущих видео. Это вот такая кисть с деревянной ручкой. Она не очень плотно набитая, румяна. И такие текстуры она просто идеально набирает. Плюс маленькая, хорошенькая, толстенькая, классная ручка у нее. Распределяет хорошо. Получается довольно пушисто. Очень аккуратно. Что ж, буду пользоваться теперь вот такой пудрой для подсушивания кожи. Вам рекомендую такой же рецепт попробовать. Это прополис, либо салициловая кислота, либо настойка календулы. И что угодно ваше. Румяна, пудра, тени в любой пропорции. Так как обычная пудра недостаточно сушит мою кожу и недостаточно помогает. На данный момент это единственный выход. Подписывайтесь на мой канал. Будет много всего интересного. Я буду снимать еще эксперименты и идеи макияжа. Ставьте лайки. До скорого!